Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор на компанию Технила с им. Я Артур Идиатурин. Заявление Трампа о увеличении закупок Китаем сельхозпродукцией, с одной стороны, выглядит скромным триумфом для него, с другой стороны, долгожданная уступка в переговорах, однако воплощение жестов доброй воли со стороны Китая в жизнь ограничено политическими и техническими трудностями. Какими именно будет рассказано дальше? Описывая первую стадию сделки, которая должна будет положить конец торговой войне, Трамп высоко ценил решение от торговых партнеров увеличить импорт сельхозтоваров из США до 40-50 млрд долларов. Это почти вдвое превысит значение с 2017 года. Союбовые занимают почти половину экспорта сельхозпродукции США в Китай, составляя 13 млрд долларов по денежным выражению. Увеличение экспорта осложняется тем, что африканский гриб, поразивший свиное поголовье в Китае, ограничивает спрос на сайлобы, которые используются в производстве корма для свиней. Затяжной торговой конфликт также способствует тому, что импортеры сайлобов в Китае переключились на других поставщиков, таких как в Бразилию. Видно, что с течением времени экспорт сайлобов из Бразилии в Китай рост, а из США в Китай уменьшался, и расхождение СКВ как раз-таки произошло в 2017 году, когда посыпались угрозы Трампа в отношении Китая. Тогда, естественно, китайские фирмы приняли решение диверсифицироваться, что и обуславливает такой резкий всплеск интереса в отношении Бразилии как поставщика. Однако следует также учитывать, что примерно 43 млн тонн из 119 млн тонн сайлобов, то есть примерно 40% производимых в Бразилии, 40% из этого объема уходит на покрытие внутреннего спроса в Бразилии. В то же время спрос Китая на сайлобов составляет около 97 млн тонн. Временная разница, точнее сезонная разница в сборе урожая во северном и южном полушарии, в северном это осень, в южном это весна, указывает на необходимость дополнительной постройки китайских фирм под бразильские поставки. Естественно, с завершением сбора урожая в Бразилии, то есть в сезоне осени, как раз таки обострится, точнее сейчас уже обостряется дефицит, точнее увеличивается спрос на сайлобов со стороны Китая, что в принципе как раз таки совпадает с моментом, когда Китай пришел к решению увеличить закупки своих бобов. И конечно, с другой стороны, это требует от китайских фирм дополнительной подстройки под бразильские поставки, что естественно несет какие-то дополнительные издержки. Импорт Китая других продуктов, например, свинины или говядины занимали сравнительно меньшую долю, чем соевые бобы, однако по мнению США их поставки ограничиваются нетарифными барьерами. Чтобы увеличить импорт говядины из США в Китай, правительству Китая придется упразднить запрет на поставки продуктов, содержащих следы гормонов и лекарств, как это было сделано Южной Кореей и Японии. Снятие нетарифных ограничений подобных позволит США нарастить поставки мяса до 1 миллиарда долларов, но это все равно будет занимать где-то год или два. Китайские импортеры не смогут так же быстро подключиться на американскую продукцию, как им пришлось, так же быстро, как им пришлось отказываться от нее вследствие тарифа. Отсутствие письменного торгового соглашения это все равно большая неопределенность, поэтому даже с благоволениями китайского правительства фирмам предпочтут, скорее всего, сохранить диверсификацию и не так охотно будут пытаться быстро переключиться обратно на американскую продукцию. Безусловно, произошли необратимые извинения в цепочке поставок, как это понимают и США, и Китай, поэтому снятие запретов не должно восприниматься сейчас как сильный экономический мотив к восстановлению торгового сотрудничества. В прогрессе по сделке следует ориентироваться на другие достижения, в частности, урегулирование ключевых моментов разногласия. Это кража интеллектуальной собственности и так далее. Печальный пример. В начале лета, когда стороны решили обнулить прогресс по торговой сделке, вернувшись к стратегии эскалации, говорит о том, что жесты доброй воли сейчас со стороны Китая и обещания должны значить немного для уверенной ставки на возвращение рыночного оптимизма. Впрочем, последующие данные по экспорту и импорту Китая и США покажут, какая из этих версий является верной. На сегодня это все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.